Слава Богу 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 Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Вы обращали внимание на то, что царь искал увидеть? Вот искал увидеть и не увидел почти до самого распятия, да? Царь искал увидеть. То есть один Ирод, который был перед этим Иродом, он искал младенца Иисуса. То есть он его активно искал, да? С войсками, там совсем, он его начинал искать. Он его искал, перебил всем младенцам. Только откровение Божие помогло Иисусу Христу, младенцу избавиться от руки Ирода. На самом деле царь искал, да? Вот мы это понимаем, царь искал, да? Служба там, ну, безопасности, она искала. Она искала. Здесь написано, что, ну, вот этот Ирод, он искал увидеть Иисуса Христа. Но какой его поиск был? Вы знаете, поиск может быть активным, поиск может быть пассивным. Христос был публичным человеком, проповедовал по всему-то, по всей Иудее тогда, по Галилее ходил. Ирод искал, был, можно сказать, вот на четвертой части вот этой Израиля царствовал, да? Он искал увидеть Иисуса, он его не нашел. Три с половиной года искал и никак не встретился. Вы представляете, да? Ну, искал. Иногда мы говорим, мы молились, да? Мы искали Господа, Бог ничего не ответил. Ну, а как мы искали? Наверное, так искали, как Ирод. Может быть, с утра помолились, может быть, не помолились. Но я искал, я искал освобождение. Один наркоман мне однажды говорит, ну, я искал, я вроде молился Богу, свобода не приходит. А как ты искал? Ну, я так искал. Ну, ты приходил еще кого-то, ну, ты на какие-то молитвы приходил? Ты в церкви просто встал, заявил, что ты наркоман или нет? Нет, ну, как будут все знать, что я наркоман? Ну, а как ты искал? Если ты серьезно искал, то ты искал. Если ты серьезно хочешь искать Господа, то выйди там, ну, не знаю, на бык ярче в лес, кричи просто до Бога. Если у тебя какая-то проблема, еще что-то, ты не можешь сам, вот, кричишь, до Бога не можешь справиться. Ну, приходи в церковь, кричи, начинай там искать. Начинай по-серьезному искать. Мы иногда начинаем искать, но начинаем искать не там, где нам надо искать. Вроде бы Ирод искал. Написано, ну, благие намерения он искал. Но так и не встретился. И даже когда он потом встретился с Иисусом Христом, когда он встретился с Иисусом Христом, уже когда Иисуса Христа перед распятием, там написано, что 8 стих 23 главы, Ирод увидел Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Вы знаете, в чем трагедия вот этого Ирода была, что человек видел, можно сказать, по плоти Иисуса Христа. И однажды мы были в Подмосковье, там один склад нашли в одной церкви, там еще с 90-х годов завалялись Библии, Евангелии уже такие, ну некоторые в сохраненном таком, или про них забыли, и мы решили по электричках это все пораздавать. И начали там раздавать, проповедовать, и один на одного православного попали, и он говорит, крест у вас тут есть, или штамп церкви, батюшка осветил, не осветил, все, все выкинул, он такую ярость пришел, да говорит, да я, да я был возле Иерусалима, да я был при вот этой гробнице, при гробнице там Иисуса Христа, да я видел там все святыни, да все, а вы кто такие, а вы кто такие. Вы знаете, люди иногда, ну они там увидят плачущую кону, иногда им какой-то сон там, еще что-то приснилось, и они в своей жизни понимают, вот они какое-то откровение имели, да, а не косвенно, может быть это не откровение, ну вот что-то такое, да, вот сон какой-то увидел, там еще что-то. Я вот соприкоснулся, я походил там по гробницах, там по храмам каких-то, еще что-то, я поприкасался к чему-то, я вот что-то, я уже набрался какой-то богостяжательства, да, вот, ну, настяжал на себя всего такого духовного. Здесь, представляете, трагедия Ирода, лицом к лицу видел самого Иисуса Христа, встречался с ним, разговаривал с ним, спрашивал какие-то вопросы, и в конечном итоге просто был изъеден червями. Вы представляете, трагедию даже христианина, приходит в церковь, с удовольствием слушает слово, ну, то есть, такой нормальный, нормальный мужчина. Вы знаете, Ирод здесь праздновал день рождения, не просто там закрылся, собрал всех, такое просто было большое сердце, собрал всех тысяч начальников, мало того всех военных, всех старейшин иудейских собрал, все собрал. Такой большой перед, знаете, закатил, ну, не жалко, да, ну, такой серьезный мужчина решил попраздновать день рождения. Мы иногда смотрим, ну, такой человек, такой нормальный человек, да, меня там не на свадьбу пригласил, так все, да, все такое доброе, и поможет, и мне там машину поможет сделать, и все, что-то еще. Но знаете, когда Евангелие не меняет человека, то все это напрасно. Когда Евангелие, оно не поменяет человека, толку, что мы будем сидеть в домах молитвы. Толку, что мы будем наполнять вот эти места. Если мы слышать, да мы будем слушать даже самых лучших проповедников последнего времени. Если сердце твое не меняется от Евангелия, если ты просто находишься дальше, как в том грехе или в каком-то духовном неправильном состоянии, то толку ты будешь здесь находиться. Ты можешь просто, твоя судьба может быть, как судьба Ирода, постичь просто такая же точность самая. Или, может быть, ты видишь чудесач, увидишь видение Иисуса Христа, или проявление духовных сил, или ты слышишь пророчества, но ты не изменяешься, Бог простирает тебе сегодня руку, а ты просто думаешь, я буду искать, я буду читать Библию, я буду молиться, но я буду искать когда-то, вот с понедельника я уже начну, но дальше от понедельника до понедельника та же самая история. А Бог сегодня призывает, чтобы поиск твой и мой, и мой в том числе, был активный его. Искание его воли, находиться где его воля. Иногда мы молимся, нашими молитвами мы не получаем ответа, потому что мы не находимся в то время в правильное какое-то место. Вчера мы разговаривали с одним человеком тоже, ну и как-то, я ему сказал, что иногда мы молимся и не в правильное, то есть мы молимся Богу, мы просим Бога, а Бог просит нас, а мы не слушаемся. Ну допустим, молодой человек просит, чтобы Бог ему дал там хорошую жену, да, а там хорошая сестричка просит, чтобы Бог ему дал хорошего мужа и просит, просит Богу, и Бог не отвечает, думает, что не отвечает, разочаровывается, да. А на самом деле Бог просит вот этого молоденького, да, попроповедуй мое слово, послужи мне, поедь куда-то на миссию, что-то сделай для меня. А он не слушается Бога, да. Бог ему уже что-то приготовил, Бог ему уже предназначил что-то. Он не слушается, как он может что-то найти. Я тоже свою жену встретил, поехал в Якутию, собирали там группы, ездили. Она тоже приехала, я познакомился и женился. Если бы, наверное, она не приехала, наверное, и не женился бы на ней. Быть в правильном месте. Быть в совершенной воле Божьей. Может быть, я до сих пор молился бы где-то и говорил бы, Бог, ты мне не отвечаешь. Может быть, она молилась бы до всего к Богу, ты мне не отвечаешь, я разочаровываюсь тебе. Быть в правильном месте, и Бог, понимаете, Бог тогда, когда ты начинаешь искать Бога, когда ты не просто испорченный какой-то телефон, ты молишься Богу, а Бог просит тебя. Бог просит тебя, как на того Инанию, Бог попросил, иди, там Савл, он там слепой, он там молится, пойди, помолись за него. Господи, ну ты знаешь, какой это человек. Если бы Анания не послушался Бога, Бог его просил, а если бы он не послушался бы? А если бы мы в своей жизни не слушались бы Бога, где мы были, где мы ходили бы? Когда мы проследим свою жизнь, свою судьбу, мы смотрим, насколько из таких маленьких можно пазлов слаживается наша судьба. Когда мы начинаем искать Бога, Бог отвечает нам намного больше, чем даже то, что мы ищем. Он прибавляет нам больше даже всего всякого. Ты можешь просто пожелать общения с Богом, поехать на какое-то собрание, а Бог тебя вознаграждает больше. А я вот остановились, мы там в вашей церкви, и Саша Куксюк там сидит. И когда-то в 97-м году, наверное, 97-й или 98-й год, а мы когда были на Украине, и там от нояпископа услышали, вот говорят, там, говорит, там, в Виннице конференция будет, вот приедь. И они прислали нам это письмо адресом, и папа мне дал машину, поехали мы там, брат, моя сестра, еще там несколько человек. Мы сели в эту машину и поехали туда, решили поехать в эту Винницу на конференцию. Никогда там не были, и доехали, наверное, километров 200, проехали, и поняли, что мы забыли вот это письмо с адресом. Ну, и забыли. Еще, наверное, оставалось, не знаю, сколько там, 200-300 километров ехать. Мы с Белоруссией ехали. Едем, ну, думаем, как-то найдем, да? Ну, знаем, что город, наверное, не маленький, но как-то найдем. И когда мы ехали, проезжали так по трассу, лес был справа там, и смотрим, такая, ну, такая толпа людей там стоит в лесу, что-то делают или кушают, или что. Я как-то так, ну, скорость была нормальная, но я как-то заметил, что-то, ну, необыкновенные люди, наверное, там стоят. Мы разворачиваемся, проезжаем мимо, смотрим, да, такие все в юбках стоят, такие, ну, видно, верующая молодежь, да? Подождали мы так чуть, смотрим, идет один паренек, идет паренек, я посмотрел на него, думаю, точно верующий, наверное, да? Он идет, так улыбается к своей машине. Я говорю, ты верующий? Он говорит, да. Я говорю, может, в Винницу на конференцию едешь? Говорит, да. Я говорю, ну, мы за вами будем ехать, у нас вот ни адреса, ничего не осталось, телефонов тогда еще толком ничего не было. Вот так и доедем. Вы знаете, благое намерение просто было поехать на собрание, да, на конференцию. А я и не знал, что там Бог мне даст друзей, с которыми я поддерживаю отношения долгое время. Мы не знаем, когда мы начинаем искать Бога в малом, насколько Бог намного больше нам воздает. Слава Ему! И поэтому по-настоящему искать Бога в своей жизни. И знаете, здесь уже в деяниях апостол Павел, когда проповедовал, он сказал, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Слава Богу! Вы знаете, можно искать, можно искать, а Бог-то Он недалеко от тебя, Бог-то Он рядом возле тебя, Бог-то Он рядом от тебя, и ты можешь искать, и Бог тебя ищет, Бог тебя призывает, а ты просто, может быть, прикрыл свои уши, ты просто от своей жизни определенной живешь. Но Бог хочет сегодня, чтобы ты просто начинал потихонечку Его слушать, особенно когда ты Его просишь, потихонечку Его слушать, а что же Он просит от меня? Какую волю Он хочет, чтобы я исполнил в моей жизни? Что бы я хотел бы, чтобы это сделать? Да поможет нам Бог, чтобы в нашей жизни этот активный поиск был у каждого, у маленького, у пожилого, у молодого или у престарелого, чтобы у каждого из нас был тот божественный поиск, та была сила и присутствие искания, искания самого Бога, и чтобы Божье Слово, и чтобы Божье наставление, оно преображало и изменяло наши жизни. Слава Ему за все. Аминь. Аминь.